Всем бокс братва, с вами Рома Михайлов, YouTube канал Всембокс И прямо сейчас я хочу поговорить с вами о той арабской ночи, которую мы с вами наблюдали накануне Подытожить этот вечер бокса я осмелюсь в конце данного выпуска Ну а сейчас давайте же поговорим о основных боях и почему в них произошло так, как произошло Ну во-первых, как всегда друзья, все бои прошедшего вечера бокса вы можете посмотреть без проблем в телеграм-канале Всембокс Лайф Ссылка в описании И кому нужен подробный технический разбор, именно я советую смотреть бои с моими комментариями Потому что там вы получите исчерпывающие ответы на все технические и тактические вопросы Но, ребятки, дело во многих боях этого вечера бокса было далеко не в тактике и в технике И первое, чтобы так скажем оправдать вот эту обложку и заголовок Я хотел бы с вами поговорить, почему мы не увидели с вами в ринге Дентея Уайдера Почему между, вместо бронзового бомбардировщика мы увидели там, как он сам себя охарактеризовал перед этим боем Доктора Слипа, который вышел одетый в черный макинтош в шортах, на которых были звездочки нарисованы Как будто это темная ночь и ты спишь И действительно мы увидели настолько сонное ведение боя, что многие не поняли Почему, почему так произошло, что как Мы можем говорить сейчас о тактике, о подготовке, что да, Дентея Уайдер за последние два года подрался только один раунд И вот он вышел, и он вышел таким же, как с Келенюсом Он опять хотел работать вторым номером, хотел встретить, но у него не получилось Не получилось, потому что Паркер, когда шел на него, постоянно опускал голову вниз, потому что он ждал эти атаки Что у Дентея Уайдера не получались атаки первым номером, который он так редко пытался сделать Потому что Паркер замечательно проваривал его внутрь И сразу же, так как технически, так скажем, оставляют желать лучшего момента у Дентея Уайдера до сих пор Приводили его к постоянным провалам, что Дентея уже 39 лет 39 лет, что он сытый чемпион, которому уже ничего не надо, у которого деньги инвестированы туда-сюда Который непонятно уже зачем выходит в ринг Но дело на самом деле, вот почему он не вышел совершенно в другом Совершенно дело в другом, и это я понял, когда прочитал его интервью перед боем И увидел там просто устрашающий для меня момент И этот момент связан, друзья, ни с чем иным, как с наркотой Поэтому первое, что я хочу сказать, друзья, я знаю, что меня смотрят много молодых парней Ребята, не просто не принимайте, а не пробуйте это дерьмо Не пробуйте дерьмо, не пробуйте наркоту Это путь на дно Особенно, если речь идет о всяких психоделических вещах Поверьте, друзья, я видел жизнь, я жил в Санкт-Петербурге У меня были друзья, одному было 15 лет, когда он мне говорил, что я просто уже не... Который любил грибы, и он мне говорил, что я уже не понимаю, где реальность А где нет, в 15 лет, в 16 лет он пропал полностью Никто не знал, где он У меня был друг-одноклассник, я рассказывал про него Железный майк, было погоняло в школе Железный майк, он всех бил после школы, все бои на кулаках выигрывал Но когда я его уже встречал после школы, в 20-21 год Он мне говорил, Рома, я люблю грибы, я не могу общаться с людьми Поэтому я ем грибы и уезжаю в Ленинградскую область И разговариваю с деревьями, да? В прошлом году его не стало, он умер от передоза Ребятки, не пробуйте это говно Ну почему я об этом сейчас говорю? А вот почему Читая интервью Данте Уайдера перед боем Он в нем сказал, что, друзья, у меня был очень хороший год Я очень сильно поменялся А поменялся я потому, что я прошел обряд ауязки Я принял ауязку Ребята, ауязка это здесь, в Латинской Америке, в лесах Амазонии Там варят какие-то шаманы, варят какие-то лианы Понимаете? И отправляются в трипы, из которых прежними не выходит никто Никто не выходит прежними после приема всего этого психоделического дерьма И вот Данте Уайдер прошел, так сказать, обряд Принял эту ауязку и обрел просто нирвану Обрел нирвану и говорит, я стал теперь таким расслабленным Меня ничего не палит, я там уже не хочу, там не насилие, ничего Вы вдумайтесь вот это вот Это действующий боксер говорит Действующий боксер говорит И что? Вот так, 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 так Несколько месяцев назад я встретил здесь, в Аргентине, парня Который занимался боксом долгое время И хотел заниматься, продолжать боксом Просто, чтобы вы поняли ход моих мыслей И он прошел вот этот обряд ауязки И он мне сказал, что Ромыч, я теперь боксом вообще не хочу заниматься У меня просто пропало совершенно какой-то голод Голод к драке, голод к боксу Как этот голод пропал у Данте Уайдера? То есть Данте Уайдер поменялся психологически после приема дерьма И это уже был не тот Данте Уайдер Вот поймите, почему не было вот этой агрессии? Почему он немного включился? Он просто был в этом бою статистом Он просто наблюдал за течением боя Он просто наблюдал за тем, как Паркер забирает раундом за раундом Выигрывает этот бой и не пытался сделать ничего Потому что ему было не пробудить в себе агрессию Понимаете? Потому что его сознание до сих пор изменено Я не знаю, 2-3 месяца Но это было в этом году Когда он проходил этот обряд о Уязке Кто-то скажет Рома, при чем тут это? Поверьте, друзья Поверьте мне Это очень сильно повлияло на него Это очень сильно повлияло Потому что это дерьмо, психоделика меняет людей Ребята, меняет людей бесповоротно И возможно вот этот обряд Он полностью уже убил его карьеру И после боя Данте Уайдер говорит Что вот я проиграл Может быть я закончу карьеру Теперь потому что во мне многое поменялось Я там уже ничего не хочу Так вот почему это поменялось, ребята Потому что по факту Данте Уайдер Проторчал свою карьеру Он с роста убил Что теперь? Куда он? Это уже не Данте Уайдер Может быть пройдет время Он как-то очистится, вернется Но в это я слабо верю Потому что это уже чемпион Который спит, так скажем В шелковых простынях, как говорят Да, в мире бокса Которому уже ничего не надо Инвестировал бабки Заработал бабки Еще и психологически потерял полный голод Он не просто потерял голод Он насытился настолько Причем не боксом Насытился Что теперь просто Хочет просто сидеть как на диване И наблюдать за, так скажем Мирным течением времени То есть Паркер Он безусловно красавчик Он великолепно подготовился Хорошо работал в этом бою Делал все, что Ну, дело не в этом Сейчас мы не будем говорить Вы все видели, почему Паркер победил Я вам говорю о том Почему проиграл Уайдер И он проиграл Именно потому, что он принимал дерьмо Переходим дальше Дмитрий Бивол Многие, конечно Мы смотрели бой Димы Многие там О, Дима, молодец Какой провел хороший бой Однокалиточный И все дела Но здесь радоваться нечему, друзья Как можно радоваться такой победе? Чему? Во-первых Ты был боксером года Дима был боксером года В прошлом году Он выходит уже в конце года На единственный свой бой В этом году Выходит против пацана Вы сами все видели Против пацана У которого Единственная цель Достоять В этом бою до конца И не отправить И не отправлять Этого пацана на пол То есть На мой взгляд Это Артур Линден победил В этом бою Он заработал бабок И он выполнил свой план Он достоял до конца А Дима Дима сделал Опять Очередной шаг К тому Чтобы быть Непопулярным На западе боксером Он все делает для этого Его команда Все делает для этого И этот бой Очередной Этому подтверждению Да, можно говорить Что Диме действительно Неудобно работать С пацанами Которые работают Вторым номером Ему легче работать Когда все-таки Идут на него Когда есть первый номер Чтобы перехватывать И это было видно И в этом бою Что когда Линдон шел вперед Дима очень хорошо Его перехватывал И сразу же там Желание идти вперед Полностью проходило Но не разобрать Не удосрочить Пацана Который просто Встает около канатов Это за гранью Это за гранью Я сейчас не буду говорить О готовности Димы Что вот Дима очень тяжелый На ногах У Димы Куда-то уплыл прицел Дима постоянно бьет По глазам По глазам постоянно бьет Я не знаю Кто этот прицел Прицел полностью уплыл Ребята, вы поймите Что мое негодование Что я Очень хорошо отношусь К Диме Биволу И по понятным причинам Желаю ему Только всего самого лучшего И я Как никто другой Знает Каким был Дима Бивол И каким Может и должен быть Дима Бивол Поэтому мне больно смотреть Как он стоит плотно на ногах Как он бросает удары Бесцельно И безмысленно Как он бросает Просто эти Многоударные комбинации Которые летят в блок Которые там Кто-то что-то Цепляет в глаз Что-то попадает Не принимает Никаких интеллектуальных действий Чтобы разобрать защиту И удары Вот эти все комбинации Он бьет с места С места Вы говорите Дима не нокаутер Чтобы нокаутировать человека Надо ударить вовремя Местом По месту Понимаете В этом нужно смысл А нет Никакого Удара Во-первых Когда ты стоишь на месте Вот так как Дима Ну откуда И просто бросаешь руки Откуда Мы видели Миллер 151 килограмм Откуда там сил удар Тут тоже самое Ничего Просто никаких разборов Да Линдон работал хорошо У Линдон хорошо работал То есть он вышел Отработать в защите Мне очень понравилось Как Артур Линдон Работал в защиту блоками Постоянно активная защита Не просто глухая А активная защита блоками Если бы он еще И атаки развивал С этой защиты Потому что Каждое это защитное действие Которое он выполнял Оно позволяет тебе Сразу же развить атаку Но он Этого не делал Ну что он делал еще При всей этой хорошей защите Он с первого-второго раунда Показал Что он открывает корпус Он очень высоко Поднимал локти И было видно Кто смотрел бой С моими комментариями Я отмечал Что нужно Что печень у него Просто открыта А печень не накачаешь Что мы видели Наверное В лучшем бою Этого вечера В котором дрался Асланбек Махмудов Что печень не накачаешь И печень была открыта И печень была готова На атаку Я хорошо знаю Диму Я хорошо знаю технику Димы Дима может работать в печень И может очень хорошо работать И много Хоть 10 ударов пробить в печень Но где эти атаки в печень были Я не понимаю Я не понимаю Он его в конце боя Попадает Просаживает в печень И не развивает эту атаку То есть Вообще не было цели У Димы Его удосрочить То есть Были пути его удосрочить Вот она путь будет Это было понятно Через корпус Его можно было удосрочить Но Дима этого Совершенно не делал И после боя У Димы Поворачивается еще язык Чтобы сказать Я провел хороший спарринг Деньги платят Не за хороший спарринг Ивент Не за хороший спарринг Это не ради спарринга Понимаете Люди хотят увидеть зрелище И если ты Настолько Высокостоящий боксер Еще и про которого Говорят на западе Что он не зрелищный Почему ты не начинаешь Давать зрелищ Вот не это ли был тот момент Когда можно было дать зрелище Когда надо было его удосрочить Нарезки Все дела И хорошо закончить год Очень Дима аккуратно Боксировал Слишком аккуратно То есть имел цель Просто отбоксировать Имел цель просто Отбоксировать Понимаете Вы скажете Да, ну что Отбоксировал Победил в одну калитку Но да-да Это для нас Для фанатов Димы Кому-то нравится Но на западе Это не да Это нет Просто Этот бой В минус Диме Биволу Вот так проведенный бой Вот так проведенный бой Много что можно сказать О технике Обо всем Смотрите бой в записи Я даже не хочу Об этом говорить Но это просто провал На мой взгляд Это просто провал Таких соперников Надо побеждать Явно и досрочно А кого если не них Кого если не них Кого Биноведиса Альвареса Артура надо досрочно Кого если не Линдона Вот этого Вот и все С другой стороны Конечно Вы скажете Что ну я уже сам Замечал это за Димой Что Диме нужен вызов То есть Вот нужен реально Конкретно хороший вызов Как это был там Кабанелло Рамиру Чтобы Дима Прямо лучше свой бой показал Ну так быть не должно Так быть не должно На таком уровне Так быть не должно Претензии не к Диме Претензии к его команде Полностью претензии К его команде Ко всем Тренерский стаб менеджмент Я не знаю о чем вы думаете Я не знаю о чем вы думаете Вы делаете все Чтобы он не был звездой Вот и все Вот и все Ладно Дальше поехали Отто Виллиан Против Джошуа Отто Виллиан Нахуя ты пиздишь людям Вот зачем вот это Если ты просто, что там было? Он просто сдался. Он просто проиграл бой на табуретке. После первого же конкретного попадания. Зачем все эти разговоры перед боем? Я там, блять, все там, викинг, просто вперед пойду, в Альгалу уйду. Куда просто? Это позорище просто. Тоха Великолеев, Тоха молодец. Тоха молодец, хорошо отработал. Бен Дэвисон возвращает Тоху к прежним кондициям, и это радует. Это радует. Правильно сделал Тоха, вернулся к себе домой, в Великобританию. С Беном Дэвисоном тренируется, с Дюбуа он спарринговал, рассказывал. Хорошо тренировался, хорошо работал. И прошло то, что зато... То есть подготовка на бой была, была какая план у Тохи? Проваливать прямые удары назад и отвечать правым прямым. Не хватало лево-бокового. Как только он лево-боковый подключил, классическую сработал комбинацию, плечо забрал, справа дал, слева добавил, лево-боковым. Все. Сразу жестко залетел, а этот на табуретке я не буду. Нахуя ты пиздишь, если ты не будешь? Ну, знаешь, что ты не будешь. Ты перед боем скажи, что я там постараюсь там хороший бой дать. Но зачем вот эти сказки? Зачем вот эти сказки? Это позор просто. Сколько можно позорить бокс? Сколько можно позорить бокс? Вот эта вот проблема современного бокса, то, что не только вот это количество там поясов, вот эта вот организация боев, что лучше не дерутся с лучшими. А знаете, в чем проблема? Что когда люди подбираются вот к этой вершине, да, где-то рядом с лучшими и с лучшими, они прекращают просто драться. Они прекращают работать красиво. То есть они просто начинают зарабатывать бабки. То есть по пути они там еще стараются, дальше все. Что это? Хватит позорить бокс? Что это такое? Кто хипра... Тоха красавчиком себя показал. Тоха хорошо отбоксировал, победил. Я уверен, что если бы бой продолжился, был бы красивый нокдаун и нокаут и все. И мне понравилось, что Тоха не радовался после боя. И он сказал ему после матча, что я не радуюсь после этого боя, потому что мои амбиции выше, чем вот этот бой. Мои амбиции выше. Красиво, как джентльмен сказал, Тоха молодец. Мои амбиции выше. Поэтому я не радуюсь. Я хорошо подготовился. У меня там большие планы, я хочу стать чемпионом. Амбиции выше. Почему у Тохи есть амбиции, а у условного там Валина нету амбиции, да? У, понятно, что Данте Уайдера, почему нет амбиции? Зачем надо выходить? Ну это, конечно, прикол. Это, конечно, просто. Бой-то пошел хорошо. Технически опять не хочу сейчас разбирать, посмотрите бой. Хороший бой на дальней дистанции. Парни перестрелились. Вален-то неплохо работал. Он передней рукой хорошо переигрывал Вален. То есть он успевал на скорости полюбительски оттянуться, дать. Двигался в сторону правой ноги постоянно по кругу. Не так, как это делал Александр Русик постоянно по школе Попаченко на уклонах. А двигался просто на джебе, на накладках. Перебрасывал все. Тоха хорошо попадал ему под руку джебом. Вот мне понравилось. Под руку попадал. Левше хотел бы, хотя было выше. Глазик ему сразу подраскрасил. Смотрите бой, технические моменты, я там все разбираю. Ну вот эти моменты психологические. Ну куда, блин? Ну куда ты? Ну куда ты? Куда? Ты что-то пиздишь про то, что Джошуа морально неустойчивый. И сдаешься на табуретке. Это что за клоунада просто? Ну клоунаду больше я только увидел в бое Дебуа Миллер. Это просто. Это бой достойно YouTube промоушенов. Вот так скажем. В которых Миллер дрался не так давно. Что это просто за кринж просто? Что это за кринж просто происходил? Просто какое-то гуляние. И вот в конце, вот эти 15 секунд, ребята. Я выложу с моими комментариями. Вот посмотрите, кто смотрел. Это же просто прикол. Я уже за 30 секунд. Это просто было видно. Вот эта концовка боя. Это с самого начала. Там просто как пошла. Там в какой-то момент за 30 секунд до конца. Или за сколько? За 45, там не суть. Просто как бой перешел в полную театральную посту. Что это, блядь, за прикол? Что это за дичь просто? Опять же эти крики. Этот Миллер, Хуирер. Я там банда. Понимаете? Нормально лезть в залупу. Извините меня за выражение. Понимаете? И пасть в бою потом. Пасть в бою, блин. Как воин. Это нормально. Но лезть в залупу, блин. Понимаете? А в самом бою просто, блядь, спрятаться под шкурой, блядь, это хуйня. Извините за выражение. Извините за выражение. Дети, там, женщины, старики, которые меня сейчас смотрят. Ну просто это эмоции, реально. Это реальные эмоции. Как турнир неплохо начался. По поводу турнира. Турнир неплохо начинался. Но вот эти главные бои все испортили. И поэтому, на мой взгляд, этот турнир провальный. Провальный турнир. Почему провальный? Потому что когда люди платят столько денег, чтобы организовать турнир, и делают столько пар тяжей, чего они хотят. За что? Вообще зачем есть тяжелый вес? За что любят тяжелый вес? За то, что там падают. Это правда жизни. Не пытайтесь мне другое рассказать. Это правда бокса. Понимаете? Тяжелый вес любят, потому что там падают. Куда это? И вот такое вот просто. И вот такие вот выступления. Просто провальный турнир. Я думаю, шейхи расстроились очень. Как расстроились очень и мы с вами. Отвратительно. Это планировалось, что я думал, что это последняя трансляция. Вы знаете, я транслирую каждые выходные бои в телеграм-канале. Всем бокс лайв. Подписывайтесь. В прямом эфире мы смотрим. С моими комментариями, да? Думал последний бой, но решил нет. Поэтому в этот вторник я устрою последнюю трансляцию этого года. Последнюю трансляцию бокса. Потому что будет реальный бой. Я не хочу заканчивать год этими боями тяжей просто. Которые недостойны этого. Чтобы ими заканчивать бой. Поэтому во вторник я жду вас всех. Телеграмм всем бокс лайв. Вся информация. Где-то с часу дня начиная. В три часа дня главный бой до четырех, ребятки. Что за бой? Да второй номер Pound for Pound будет драться в Японии. Иное. Монстр. Наое иное против Топалиса. Бой за Абсолюта. Бой, в котором Иное может стать Абсолютом в двух весовых категориях. Он уже в четырех весовых чемпион. В одной Абсолют. И вот он может стать Абсолютом. Закончить Гой. Вы понимаете, окончание года. Второй номер рейтинга Pound for Pound на данный момент становится двойным Абсолютом. И там вот в Японии будут реальные бои. Там не будет этих пупсиков. Никаких тяжей, так скажем. И хорошие тяжи есть. Но их не пускают в боях. Где хорошие тяжи? А нормальных легких пацанов, которые проводят год так, что я вас всех жду днем во вторник. Днем во вторник я вас всех жду. Чтобы нормально проводить год. Нормальным боксом. А не вот этими вот сказками Шахерезады. В натуре сказка Шахерезады оказалась. А что за сказка? Да это наебка значит. Вот и все. Вот и сказка. Вот и все. Вот и все. Так что, ребята. Вот такое мое мнение по этим боям. В принципе, как я вам и обещал. Как я вам и обещал. Так скажем. Я не делаю прогнозы. Я не метеоролог. Не астролог. Я не обзорщик. Я не блогер. Я человек из мира бокса. Как я вам и обещал. Будут Абсеты. Абсеты были. Абсет это Паркер. И Абсет это Колбейн в бою с Махмудовым. Два Абсета. Два Абсета в боях тяжей. Они были. Так все и произошло. Но в целом, конечно, разочарование. Разочарование полное. Поэтому, друзья. Давайте очаруемся во вторник японским боксом и по-человечески проводим бой. Ребята, если кто-то из вас до сих пор не подписан на этот канал Всембокс Лайф. На Новый год-то хоть подпишитесь. На Новый год-то хоть подпишитесь. Подарок сделайте. С вами был Рома Михайлов. Ютуб-канал Всембокс. Любите бокс. Смотрите бокс. Занимайтесь боксом. Всембокс. Makeboxing Great Again. Вот с таким лозунгом, вот я сейчас подумал. Makeboxing Great Again. Рома Михайлов заходит в 2024 год. Редактор субтитров А.Семкин